Вот сегодня к вам женщина пришла одна. Вот Игнать Тихонович попросил заснять ее. Игнать Тихонович попросил заснять вас. Узнать, что там за сын у вас приходит. Подождите, заснять. Это все в интернет потом попадет? Ну вот от него уже зависит от меня. Ой, знаете, мне не надо светиться никуда. Ну смотрите. Потому что я собираюсь, знаете. Потому что он сам тоже не хочет с вами встретиться. Вот это, да. Сергей Евтушенко, скажите. Он как-то с ним общался по интернету. Он у нас в Сибирске живет. Мы с ним. Он должен помнить его. Он же с ним на связь выходил. Сергей Евтушенко. А потом он не стал, другой парень там сел у вас. Вместо него. Куда сел, не понял. Ну, занял его место в интернете. Ну, стал вместо... Сергей не стал выходить на связь. Ну. А стал другой парень. Он как бы маленько помогал ему. Это со слов сына. Ага. А он сам-то чего перестал-то? Ну, не знаю. Какие-то заботы, дела. Ага. А вы с какой целью хотели встретиться-то? Поговорить надо. Я же тоже православная. Многие вопросы мучают. Ну, видите. А Игнатий Класс все время делал подсъемку все. Он так-то не разговаривает с людьми. А почему? Ну, вот это от него же зависит. Не все же скажет. Не от меня же зависит. Не все же скажет. Вот смотрите. Идите и проповедуйте Евангелие. Ходили и благотворили слово. И еще предупреждение. У нас здесь проводится видеосюмка. Прям вот написано. Я смотрю. Вот тут у вас? Да, да. Все прям написано. Ой, вы не снимайте меня. То, что я, знаете, буду без документов. Ведь у них, не дай бог, сейчас все везде записывается. Да, что документы? Причем тут документы? Вот это суперизация. Я против этого. А вы меня снимаете. Вы снимаете? Конечно. Ну, а зачем? Ну, я спросила вас. Ну, зачем вам это надо? Интернет поставить. Ну, вопросы вы можете смотреть, которые вас интересуют. Есть в скайпе. У вас есть вот планшет или вот такой там телефон. Он не отвечает прямо на такие вопросы. У него тоже свои опасения. Вы не выставляете бы это никуда, эту силу. Если бы знала, я бы не пошла. Честно, у вас так мало. Ну, я что? Не я же решаю это. От него все зависит. Ты на тихо все. Если это судьбоносное решение ваше, не бойтесь к чему. Заботьтесь о спасении духи. Своей, 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 детей. А то, что делается в церкви сейчас, сам вон уже говорит, А, да, ты не одел там маску. На нашей сходе, не выходи. Тихо шепула. Под съемку. Это не просто кто, а микрофонит, который стоит в грязном, произносил проповедь и среди проповеди, и потом забыл, что о чем говорил, все прекратилось. Пока им нету, вы все тут же выставляете в информацию. Вот зачем это. Сейчас все вот говорят мне, скажут, что она делает. Вот и откажись. Нет? Ну ладно тогда. Я тогда пойду. Вы меня делали? Все, снова будем за все.